Боже, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! Велики милости Твои щедроты, любящий Спаситель! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Мало кто желает слышать Слово Твое. Покаяние возможно только в этой жизни. За гробом нет покаяния. Прости нас, Господи, и помилуй! Прости! Благослови! Ты, Господи, дозволил нам или благословил сказать лучше войти эту тьму и мрак, возвесить людям путь спасения. Найди, Господи, новые души, которые не знают Тебя. Откройся им в Твоей святости. Ибо дьявол согнал в одно место жаждащих любодеяния, разврата. Они живут, как под землей черви, не видят света. Сквернословят, похабничают, курят, наркоманят, открыто творят блуд. Это Содом и Гоморра. Господи, коснись их сердце. И пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести о Твоей любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И не послал Бог Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы судить мир. Но чтобы мир спасен был через Него, через Голговскую жертву, распятие, спасение в крови Христовой, Он взял наш грех на Себя. Он заместил нас на кресте. Эту любовь не дано человеку понять и измерить, а ее нужно принять верою. Слава Тебе! Милостивый Господь, позволь воздействить благую весть Твою. Евангелие от Матфея, 21 глава. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, пойдите в селение, Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите, че, Ресионовый, все, царь твой, грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Ассана сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня, Ассана Вышних!» И когда вошел на Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!» И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из скамьи, продающих голубей. И говорил им, «Написано, дом мой, домом молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников!» И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видим же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскресавших в храме и говорящих «Ассана сыну Давидову!» Вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят-то?» Иисус же говорит им, «Да. Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Хвала тебе, милостердный Господь! Благодарим тебя!» Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же преть от тебя плода вовек, и смоковница точно засохла!» Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореться, и скажете, поднимись и вернесь в море, будет!» И все, чего не попросите, в молитве с верой получите! И когда пришел Иисус в храм и учил, приступили к Нему первосчищенники и старейшины народа, и сказали, «Какую властью ты это делаешь?» «И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую власть это делаю!» Крещение Иоанна воткуда было? С небес или от человеков? А они же рассуждали между собою, если скажем, с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если, скажем, от человеков боимся народа, ибо все посчитают Иоанна за пророка? «Господи Божий наш, слава тебе! Младенцам грудным ты открыл это!» И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем!» Сказал им и он, «И я вам не скажу, какой властью это делаю!» «А как вам кажется, у одного человека было два сына?» И он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем!» Но он сказал в ответ, «Не хочу!» А после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже, это сказал в ответ, «Иду, государь!» И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый, Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царствие Божие!» Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мы, тари и блудницы, поверили ему, вы же, и, видя это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слух к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Господи, прости нас грешных, Господи, благослови нас. Опять послал он других слух, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградарь, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его, и завладеем наследством его, и схватив его, вывели вон из виноградника, и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не считали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. И слыша притчи его, первосвященники и полисей поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что Иисуса посчитали за пророка. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, за великие и неизреченные милости твои. Хвала тебе, Господи! Благодарим тебя за все, что ты даровал пережить, увидеть. Хвала тебе, Господь! Слава тебе, милосердный Создатель! Ты позволил войти нам в это ущелье тьмы, где в одно место дьявол собрал людей, жаждающих греха. Они света не видят и прячутся от людей, как черви земляные. Откроем истину твою, дабы поняли они, что жизнь человека заключается в служении Богу, но не прелюбодеянию, ни табакокурению, ни табаку, ни злобе и отвержению, но истине, служению Богу. Откроем, Господи, благослови! Да воссияет святая православная церковь, как город на вершине горы. Всеми дарами, которые ты наделил ее, возлюбленную невесту твою. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Услыши нашу молитву, Господи, и откройся тем, которые ничего о тебе не знают. Коснись их сердца, привлеки их к себе, любящий наш Отец Небесный. Господи, Боже наш, слава тебе! Кроме тебя, Господи, нет иного Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! И откройся этим людям, не знающим тебя, о любви Твоей, что ты умер за грехи всех людей на Голговском кресте и зовешь всех к покаянию. А дьявол согнал в это место жаждущих греха. Прости нас, Господи! Слава тебе, Владыка неба и земли! Кроме тебя нет иного любящего Бога свое создание. Благодарим тебя, милостивый! Евангелие от Матфея, глава двадцать вторая. Аллилуйя! Глава двадцать вторая, Евангелие от Матфея. Слава тебе, Господи, слава тебе! Сказать некому, все убегают. Господи, пошли, добрые слушатели, слова Твоего. Милость Твоя велика. Сжалься! Найди добрых слушателей, желающих слышать Тебя, желающих видеть истину Твою. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! Мы благодарим тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за любовь, явленную людям в Сыне Твоем, Иисусе Христе, что все окружающее нас Тобой сотворено на пользу человека и во славу Божию. А человек испоганил природы и все, что окружает его, безумно поступая с тем, где он поставлен хозяином. Прости нас, Господи, и найди новые души, не знающие Тебя, и откройся им, развращающими друг друга. это молодое поколение, Господи, защити от всего, что здесь делается, от разврата, табакокурения и наркомании. Не дай им погибнуть, не увидишь жизни. Коснись их, Господи, они сквернословят непрерывно, они не знают цели жизни. Откроем истину Твою, Господи, покажи им свет Твой. В это ущелье тьмы и мрака дьявол согнал всех любящих беззаконие, грех и прелюбодеяние. Откроем глаза, выведи их на чистое, покажи им святость Твою. Ибо с ними даже опасно говорить, они не могут сказать речь без сквернословия, они не знают, что грядет суд Божий, и за каждое слово придется отвечать перед Богом на страшном суде. «Хвала Тебя, наш Господь, мы благодарим Тебя и славослоем за дивные дела Твои. Прости нас, Владыка, помилуй и сохрани. Аллилуйя! Боже, слава Тебе! Прости нас, Господи, и найди тех, чьи уши отверсти для слышания закона Твоего. Евангелие от Матфея, глава 24. «И выйдя, Иисус шел от храма и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же Он сидел на горе Иллионской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевшише до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся дни. тогда, если кто скажет вам вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого Иисуса Христа, ибо где будет труп, там соберутся орлы, и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына человеческого на небе, и тогда восплащутся все племена земные, и увидят Сына человеческого Иисуса Христа, грядущего на облаке, на облаках небесных, с силой и славой великою, и пошлет ангела своих с трубой громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их, от смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, и пускают листья, то знаете, что близко лето, так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях, истинно говорю вам, не предет род сей, как все сие будет, небо и земля приедут, но слова мои не приедут, а дни же том и счастья никто не знает, ни ангелы небесные, а только отец мой один, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие сына человеческого Иисуса Христа, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, и выходили замуж, до того дня, как вошел мой в ковчег И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие сына человеческого, тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющи в жерновах, одна берется, другая оставляется, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который сейчас Господь ваш приедет, но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы, ибо в который сейчас, не думайте, придет Сын человеческий, кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя, блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, если же раб, тот будущее зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарища своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин рабатого в день, в который он не ожидает, и сейчас который не думает, и расчечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плащ и скрежет зубов, Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, хвала тебе за милость сегодняшнего дня, Господи, ты допустил, чтобы враг сатана в одно место, в темное ущелье, загнал столько людей, которые ищут блуда, скверны, они видят света твоего, будь милостив к ним, найди их, покажи им, Господи, истину твою, ты, Господь и Бог, тебя славим, милость твоя, Господи, полна земля, Аллилуйя, Евангелие от Матфея, глава 25, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху, из них пять было мудрых и пять неразумных, неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла, мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик, вот, жених идет, выходите навстречу ему, тогда встали все девы те и поправили светильники свои, неразумные же сказали мудрым, дайте нам масло вашего, потому что светильники наши гаснут, а мудрые отвечали, что бы ни случилось недостатка и у вас и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе, когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились, после приходят и прочие девы и говорят, господи, господи, отвори нам, он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который придет сын человеческий Иисус Христос, ибо он поступит как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тот сейчас отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов, точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два, получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего, по долгом времени приходит господин рабов тех, и требует у них отчета, и подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов, и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них, Господин его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел так же, получивший два таланта, и сказал, Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не собирал, не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всяко имеющему дастся и приумножится, а у него имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выброси во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав с тией, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Когда же придет сын человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут Господу Иисусу в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажут им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из тих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание Своё.